Дорогие братья и сестры, шалом, мир вам! Я очень благоблагодарен и признателен и счастлив тем, что в течение целой недели преподавал в Мессианском Еврейском Одесском Институте, в этой ешиве, кузнице кадров реформации и обновления. И я касался темы истории христианства и взаимоотношения христианской церкви и еврейского народа. Очень такая тема непростая, но очень важная и очень нужная. Как православный священнослужитель, конечно же, я ревную о реформации и обновлении православной церкви в первую очередь, конечно же. Но также я верю и молюсь и тружусь для реформации всего мирового христианства, потому что я не отделяю свою деноминацию от общей христианской церкви. И также, страдает ли один член от всего тела, страдает, радуется ли один член от всего тела, радуется. И если в какой-то из деноминаций есть проблема серьезная, то она так или иначе является проблемой всего христианства мирового. Но я верю в реформацию нашего времени, реформацию 21-го столетия. Я являюсь священнослужителем, архиепископом украинской реформаторской православной церкви. И, в общем-то, наша церковь, небольшая такая юрисдикция, трудится в реформации православной церкви. И, в общем-то, главная задача, что ли, вот именно нашей церкви поместной, нести просвещение, нести реформацию в православный мир. Кстати, наша церковь в конце 2000-го года началась именно с протеста против антисемитизма. Одна из первых листовок нашей церкви, если даже не первая листовка газета нашей церкви, была посвящена как раз проблеме антисемитизма. И я помню, как сейчас, я попросил людей, знакомых мне, просто-напросто в одном из гаражных кооперативов Киева, просто напечатать этот текст на компьютере. И мы напечатали все это, и на принтере вывели эту статью. И потом на ксероксе 20 или 30 листочков я это сделал и раздал, кому знал, пастырям разных динаминаций, разных конфессий раздал. И вы знаете ли, потом, да, и указал там абонентский ящик такой-то для переписки. И вы знаете ли, я с удивлением обнаружил, что через буквально несколько месяцев уже сотни писем приходили. И первый год нашего служения в Киеве мы собирались именно под такой юрисдикцией, будем так говорить, под покровительством именно с поддержкой финансовой даже и духовной поддержкой киевской еврейской мессианской общины. В общем-то, я считаю, это не просто совпадение, ведь обновленчество получается 21-го столетия, значит, оно выросло и прорастает именно в этом. И это до сих пор, до нашего, до сегодняшнего дня, борьба с антисемитизмом и вообще межнациональной вот этой рознью является одной из стратегических таких дней нашей церкви. Почему я еще вот так очень часто обращаюсь к проблемам антисемитизма? Потому что через эту проблему дьявол имеет доступ к нам православным и имеет доступ очень серьезный. Потому что в Библии написано, что кто благоставляет тебя, благоставлен, а проклинающий тебя проклят. Я верю, верю, что просвещение религиозное, оно будет набирать оборот, и грамотное священство, грамотность может объяснить прихожанам пагодность подобной практики. Я верю в покаяние священников, как написано в 6 главе Деяний апостолов, что и многие священников покорились вере. Я верю, что и сегодняшнее священство, и сегодняшнее духовенство может покориться и должно покориться вере Божьей, признать Иисуса Христа Царем Царей, Господом Господствующих, Своим личным Спасителем. Это очень важно. И через это покаяние, обращение, я верю, что обратятся миллионы душ к Спасителю рода человеческого, Иисусу Христу. И, конечно же, моя просьба такая ко всей общине. Молитесь за реформацию в Православной Церкви, молитесь о расширении обновленческого движения. И я верю в дружбу нашу и сотрудничество дальнейшей на Ниве Божьей, очень такое плодотворное. И дай Бог нам вместе поработать во славу Господа нашего. И также, конечно же, я призываю Божьи благословения. Для меня очень знаменательным тоже является то, что я преподавал эту неделю как раз именно перед праздником Пурим. Я верю, что наш Господь, Бог всемогущий, Он есть Бог Пурима, Бог жребия. И Он не позволит жребию нечестивых восторжествовать на жребиям праведных. Я верю, что Господь, Он любящим Его и призванным по Его изволению все будет ко благу содействовать, обращать. И пусть Бог благословит вас, дорогие друзья. Пусть Бог благословит сегодня всех евреев города Одессы, в особенности, конечно, мессианских евреев. И также всех любящих и боящихся Бога в вашем замечательном гостеприимном городе. И я призываю милость Божью на каждого из вас, дорогие друзья. Хочу спеть старое доброе благословение, которое есть в Библии. Я спою это благословение в таком православном более стиле, но на еврейском языке и на русском языке. И пусть Бог благословит каждого из вас. И пусть Бог благословит тебя, Господь, и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим. И помилуй тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя. И даст тебе мир. Бешем Иешуа Канашиах во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. До встречи на земле и на небесах. Аминь. Аминь.